Всем добрый день, дорогие мои друзья! Мои новые подписчики, здравствуйте! Там на меня и подписалась, и отписались уже люди. Ну ладно, так бывает. Кто-то приходит, кто-то уходит. Не расстраиваюсь, не переживаю, но больше подписывайтесь. Просто берите и подписывайтесь. Будете следить за моей жизнью. То ли свет так падает, то ли у меня тенюха, короче. На одном глазу поярче получилось, не знаю. Ой, я как всегда уже до обеда переделала кучу-кучу-кучу-кучу-кучу разную дел. Вот. Магазин проверила, в магазине все нормально, цены ей быстро написала, блины в магазин отвезла. А еще, ребят, представляете, что я умничка. Короче, я сегодня ходила по магазинам и предлагала блины свои. И у меня на завтра уже, я не помню, сколько килограмм. Короче, около, больше, больше 10 килограмм мне нужно на завтра блинов испечь. Представляете? Я вот такая счастливая. Вот, мне кажется, я прям готова целый день стоять. Теперь я буду только печь блины. И все. А еще я голодная, хочу кушать. Сейчас быстрее приедем домой. А еще по пути мы сейчас заедем в магазин, купим булочек. Я опять буду делать витюхи эти сэндвичи, или то ли гар, бургеры, как там они называются, бургеры. Ему очень понравилось. И я еще куплю булочек, еще ему сделаю. Коля побежал в обменник, ему нужно, он вчера заработал 5 тысяч, по-моему, рублей. Вот, сейчас ему нужно их разменять на тенге. Вот, он вчера за день заработал 30 тысяч тенге на наши. Ну, грубо говоря, это я по 6 считаю. А ему обещали 40. 40 тысяч тенге рассчитали с ним рублями, а тут резко за ночь, короче, курс упал. Он теперь хочет позвонить и сказать, вы мне доплатите, потому что курс упал. И вышло, короче, только 30 тысяч тенге. Не знаю, я говорю, мне кажется, тебе скажут, нет, ты че, ничего, мы тебе доплачивать не будем. Ой, в машине жарко, везде жарко. О-о-о, видели, да, у меня от шапки передавливает, короче, лоб шапка. Жарко. Очень, очень. Очень, очень. О. Я стала высыпаться, наконец-то. Идюша меня дома ждет, Маруська дома ждет. Сейчас уже домой поеду, уже буду дома выходить, никуда не буду. Хотя такая погода хорошая, у нас в этом парке построили горки. Хочется ребенка в горки вывезти, чтобы покататься. Поприкалываться. Ну, не знаю. Получится, не получится. Сейчас ему пообещаю, а потом устану с этими блинами, никуда не захочу еще. Вдруг, не дай бог, голова разболится. Он потом расстроится, поэтому я ему ничего говорить не буду. Потом по факту лучше. Витя, собирайся, мы едем на горки. Люди ходят, приближается Новый год. Я его вообще не чувствую, ребят. Вот вообще не чувствую этот Новый год. И к маме нужно съездить. И дел, короче, километр. И не знаю. Но в январе будет потише. В январе мне прям кажется, что мне будет скучно без вот такого ажиотажа работы. А лучше бы такого не было. Лучше бы этот ажиотаж был бы постоянно, всегда. Хотя сейчас скоро впереди Масленица, блины у меня по-любому будут продаваться и уходить. Аминь.